МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые квартиры и новый аэропорт в новом году. Григорий стал 7-тысячным. Сергей Катанандов спел с карельским хором. Хором спело и рекламное агентство Прома. Вы смотрите новости в студии Александр Гнетнев. Здравствуйте. 77 петрозаводских семей оставят свое аварийное жилье в уходящем году. Сегодня на улице Сыктывкарской, 10, вручали ключи от новых квартир. Дом был построен по программе расселения из аварийного жилья. Некоторые жильцы ждали новое жилье еще с прошлого века. Любовь Родькина показывает свой старый дом на Октябрьском проспекте. Считовой, потому очень холодный. Он был признан аварийным в 1996 году. С того времени семья пыталась добиться исполнения закона. Очень долго ждали. Сколько? Ну, судились мы, например, лет 15 это уже начали туда судиться. Городские власти все время, город или кто там, отклонял наш иск, что нет денег, нет строительства. Теперь семья Родькиных будет жить в новой двухкомнатной квартире. 46 квадратных метров на пятерых. Поскольку Родькины на расширение жилплощади не претендовали, в очереди не стояли, то площадь квартиры соответствует нормативу. Ни больше, ни меньше. 77-квартирный дом на Сыктывкарской построила компания Корелл-Строймеханизация в рамках региональной программы переселения из аварийного жилья. Сегодня вручили ключи от нескольких квартир. Остальные жильцы смогут оценить новое жилье, как только будут готовы документы. Понятно, наверное, какие-то переделки у вас будут, но то, что сегодня у нас с вами под елочку, под Новый год случилось такое знаменательное событие, это, конечно, результат огромного труда, сотен людей. Программа переселения из аварийного жилья реализуется с 2014-го и рассчитана на 4 года. Всего за это время планируется переселить 7 тысяч жителей Карелии. В обновленный аэропорт Бесовец прилетел первый самолет. Первый рейс Москва-Петрозаводск приземлился сегодня около часа дня. На самолете из столицы в Петрозаводск прибыло порядка 20 пассажиров. Рейс принадлежал авиакомпании «Руслайн». Напомню, аэропорт Бесовец был закрыт на реконструкцию в течение всего 2015 года. С сегодняшнего дня рейсы в Москву станут регулярными. С января из Петрозаводска начнутся полеты в Санкт-Петербург. В будущем планируется наладить авиасообщение с курортными городами России. Семитысячным ребенком, родившимся в Карелии в этом году, стал петрозаводчанин Григорий Голованов, малыш третий в семье. Что подтверждает данные статистики, в республике все больше рождается вторых и третьих детей, чем первенцев. Свидетельство о рождении маленькому Григорию вручил глава республики Александр Худилайнин. Маленький Григорий во время церемонии спать не хотел. Не зря, поскольку имя его означает «бодрствующий». В этой семье, говорят, после двух близнецов растить Гришу – одно удовольствие. Старшим Александру и Сергею по 12 лет. Правда, прийти на церемонию они не смогли у школьников тренировки. Отец, капитан, находится в плавании. Семья, у которых уже не первый ребенок, они, конечно, понимают, что это такое, с чем это связано. И уже не ставят в голову угла какие-то затраты, потому что, понимаешь, что главное – это здоровье. Здоровье, воспитание. А уже финансовое составляющее. Она важна, конечно, и очень в наше время. Но как-то подтянется, может быть. Петрозаводск и Костомукша по-прежнему лидеры по рождаемости в остальных городах. И в целом по республике рождаемость не дотягивает до смертности. Поэтому глава Карелии Александр Худилайнин поздравил прежде всего родителей, которые решились родить еще одного ребенка. Сенатр от Карелии Сергей Катанандов спел с карельским народным хором «Ома Пайо», конечно, песню о Карелии. Представитель Совета Федерации и экс-руководитель республики вручил народному хору благодарность от руководителя Совета Федерации. Коллектив в ноябре отметил четверть века. Карельский народный хор «Ома Пайо», что значит «своя песня», был основан 25 лет назад по инициативе карельской общественности. Коллектив исполняет не только карельские народные песни. В репертуаре современные произведения, танцы, игры, созданные на основе традиционных народных моделей. Всего 150 произведений. Сенатор от Карелии Сергей Катанандов вручил благодарность хору от председателя Совета Федерации за то, что помогают сохранять язык и культуру малого народа, карелов. Здесь считают, что песня – самый демократичный жанр и помогает не только изучать языки, но и просто приятно проводить время. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Новый год для всех. Карельские дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получили подарки от российского детского фонда. В Национальном театре Карелии прошла традиционная благотворительная елка. Готовы? Да! И жилы! Да! Воспитанники детских домов и реабилитационных центров, дети из малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями. Юные жители республики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, встретились в Национальном театре, чтобы получить подарки и прикоснуться к сказке. А меня-то вы ускорили! Вот акции какие! По словам директора Карельского филиала Российского детского фонда, в этом году люди участвовали в благотворительной акции с большим энтузиазмом, даже несмотря на экономический кризис. Подарки, которые сегодня дети получат, а в зале сегодня 300 детей, собрали люди, граждане города Петрозаводска, предприятия, сотрудники банков. То есть на благо детей Карелии были собраны эти подарки. Актеры Национального театра тоже не остались в стороне и подарили ребятам новогодний спектакль – историю про сказочных гномов, которые решили разбудить чудо. В этом благородном начинании им пытались помешать злюка-калюка и ее вредные, но обаятельные приспешники – хмурь и хмырь. Холодно и сухо – именно такой будет погода в новогодние дни. По словам карельских синоптиков, в республику наконец-то пришла зима. С морозами, но практически без снега. Как рассказали в Карельском гидромедцентре, новогодняя погода будет прохладной и малоснежной. 31 декабря в Петрозаводске ожидается от 10 до 12 градусов ниже нуля. Однако, начиная с первого числа, сформируется арктический антициклон. В северных районах республики столбик термометра упадет до минус 25 градусов. В Петрозаводске тоже похолодает до 15 градусов ниже нуля. Все 10 дней будем морозные в такой зимней погоде. Может быть и хорошо. Как-то все-таки морозит, взбодрит. Немножко пойдет снежок 3-го числа, потом 5-го, 6-го. То есть немножко затянет облачность. И такого выхолаживания сильного, чтобы до 25 градусов, особенно в Петрозаводске, в зоне в южных районах, такого мы не ждем. Все-таки прикроют облачностью. По словам синоптиков, морозными будут только праздничные дни. В понедельник, 11 января, в Карельской столице немного потеплеет. Температура войдет в зимнюю климатическую норму. Каждый год рекламное агентство «Промо» дарит телезрителям свое музыкальное поздравление. Не исключением стал и этот год. Клип после новостей. О новости на сегодня все. В студии работал Александр Гнетнев. До встречи в новом году. Снова кружит метель карусели. Нарядились игрушками ели. Скоро в дом, улыбаясь, войдет. Новый год, новый год, новый год. Холодов мы не станем бояться. Будем петь, танцевать и смеяться. Веселись, собирайся, народ. Новый год, новый год, новый год. И уже наступает час, Когда стрелки идут вперед, Чтобы снова поздравить нас. Ведь за окнами Новый год. Изумрудом пусть звезды сияют, И печали уносятся прочь. Пусть сбываются все пожелания В новогоднюю зимнюю ночь.